Впервые на участке для голосования я, как и многие думаю, оказалась вместе с родителями, которые меня еще посещающие детский сад привели вместе с собой, когда они участвовали в голосовании. Мне это все очень понравилось, и посещение школы, о которой мечтает любой ребенок, который еще всего лишь ходит в детский сад, и потом то, что в буфете купили большую шоколадку, все это осталось в моей памяти, и я с нетерпением ждала того момента, когда я вырасту и сама уже смогу принять участие в голосовании. Как только мне исполнилось 18 лет, конечно же, во всех избирательных кампаниях я принимаю участие и в качестве избирателя, и как только была предоставлена эта возможность стать наблюдателем, наблюдателем на участках для голосования я также была уже неоднократна. В 1999 году это было голосование на выборах депутатов Государственной Думы. Я пришла, получила бюллетени и проголосовала. Поскольку я училась на юридическом факультете, я очень ответственно подошла к этому процессу. Я изучила программы всех избирательных объединений, проанализировала программы всех кандидатов, выдвигавшихся в тот год на голосование, и, соответственно, выбор свой постаралась сделать очень ответственно. Как и для любого гражданина нашей страны, участие в голосовании – это возможность принять участие в управлении делами государства. Выборы – это для каждого человека доступный, эффективный и регулярно повторяющийся способ управления делами государства. И формирование государственных органов, и решение вопросов местного значения. Голос каждого избирателя важен, поскольку только лишь при выражении власти каждым гражданином органы власти формируются и получают кредит доверия от граждан. И гражданин может проголосовать за любого из кандидатов. Выбор есть всегда, есть всегда альтернатива. И для молодых граждан, и для граждан возраста участвовать в выборах обязательно. Необходимо начинать именно с молодого возраста, иначе привычку мы не сформируем. Это так же, как зубы чистить. Сначала никому не нравится, но родители стоят и контролируют, чтобы ребенок зубы почистил утром и вечером. А потом постепенно это входит в привычку. Точно так же и участие в управлении делами государства. Если мы не будем заниматься этим сейчас, волшебный момент потом не наступит никогда. Поэтому нет слова «вчера», есть только слово «сегодня». Гриб такой очень интересный. На той неделе у нас вышло описание нового вида в международном нашем журнале. Уже у нас третий новый вид для науки. Назвали мы «крепидот вассера». Это и грибы за рекой, собранного в Сяньково. Грибы лисички. Она без червей. За такое ведерко сколько можно? Вот 300 рублей. Можно грибницу, пироги, пирожки сделать. Икру грибную. Это наравне с мясом. Калории. Это наравне с мясом. Продолжение следует...